Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Республики Саха-Якутия на настоящий момент является напряженной. Главой Республики Саха-Якутия определён режим повышенной готовности на территории Республики, который продлён по 30 октября указом главы Республики, который он подписал вчера. Необходимо обратить внимание, что этим указом не введены никакие послабления относительно работы учреждений или открытия каких-то новых учреждений на территории Республики. Открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки перенесено на 1 ноября. Подобная позиция главы Республики Саха-Якутия обоснована прежде всего тем, что на настоящий момент достаточно пока тех объёмов открытых и учреждений, и соответственно объектов, к которым нам нужно привыкать в новых условиях жить. А жить нам нужно в новых условиях с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм. Во всех учреждениях должен соблюдаться режим термометрии, должна проводиться соответствующая санитарная обработка. Граждане должны продолжать носить маски и перчатки в местах общего пользования. Данные правила позволят нам все вместе, во-первых, привыкнуть и к новым условиям, в которых необходимо жить, но и, соответственно, не допускать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодня, 1 октября, в городе Якутске зарегистрировано 48 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на территории республики случаев 87. При этом по 7 случаев зарегистрировано в Алданском и Мегино-Кангаласке в районах. В Мирненском улусе 6 случаев, в Амгинском и Маймеконском по 4 случая, в Мнамском, Нерингринском и Сунтарском по 3 случая, в Уссалданском 2 случая. Учреждения здравоохранения и санитарные врачи республики Саха-Якутия отрабатывают все контакты, изолируют их для того, чтобы не дать распространение инфекции. Необходимо обратить внимание, что вчера в социальных сетях, а также в целом появилась информация о том, что появились подтвержденные случаи в Мирненском улусе. На настоящий момент мы ждем официального подтверждения Роспотребнадзора по данной ситуации. Ситуация сегодня будет рассмотрена на оперативном штабе района Мирненского улуса. Она связана с тем, что в район, в город Мирба, приезжал целитель, который принимал большое количество граждан. К сожалению, в последующем он оказался больным. В связи с этим все контактные лица его были изолированы и, соответственно, у них взят анализ. Сегодняшние меры, которые примет оперативный штаб, они все будут направлены на то, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции среди большего количества лиц, проживающих в городе Мирба. Кроме того, я обращаю внимание на позицию, которую сегодня озвучивает глава республики Саха-Якутия. Независимо от ведомственной подчиненности, соответственно, за нарушение указа главы республики Саха-Якутия, связанного с проведением именно мероприятий праздничных, с проведением мероприятий с большим количеством граждан, будет усиливаться административная ответственность. Это касается в том числе и районов, в которых проводили и массовые мероприятия, праздники городов, сел, наслегов. Поэтому еще раз обращаю внимание, массовые мероприятия на территории республики не допускаются. Все учреждения культуры, которые работают на территории республики, должны работать с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического благополучия. Соответственно, это расстояние между людьми, это маски, и, соответственно, все правила как таковые. Что касается наших школ, решение по каникулам, решение о режиме работы будет принято позднее, после уже согласованной со всеми районами, так как они являются учредителями позиций именно для того, чтобы в том числе и осуществлять образовательный процесс на территории нашей республики. Еще я хотела бы сегодня обратить внимание на необходимость, и повторить это на необходимость соблюдения тех санитарных требований, которые определяет сегодня Управление Роспотребнадзора. Впереди нас ждет октябрь. Сегодня 1 октября. И как никогда именно сегодня мне хочется сказать, берегите, пожалуйста, свое старшее поколение. Потому что именно вы, граждане, которые убелены сединами, даете нам возможность жить дальше. И без вас нам будет очень тяжело. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте режим. Вы, а дети, берегите своих родителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова